так ребята я вам что не сказал да куда еду загрузились по берегу краном так вот они три шкафа смотри сейчас покажу как закрепил так здесь стянул получается между собой опять палеты провожил здесь у нас побольше правда место осталось поменьше но это без разницы наверху че сделал так наверху была установлена вот эта распорочная доска вот это все закрутили здесь также вот и стянули ремнями дороге еще буду подтягивать так вроде этот хорошо все закрываем так там барахлишка моя стальной груз часть груза всего закрываем крышу можно выдвигаться готова все готово все и таким видите образом лишь все будет четко и ровно никуда это не денется стоят все мертво мертво все стоит все руки мыть еду я город волгоград на такую арену чемпионата мира по футболу этих аренд в россии вообще кто не знает 11 больших городах это как там сочи екатеринбург москва потом самара саранский много ростов волгоград на самом деле очень много их 11 и вот это оборудование это для того что для проведения этих матчей до для освещения там для звука в общем и фирма с которой я грузился вот она это все поставляет на эти матчи так уезжаю сегодня сегодня с четверг завтра у нас пятница постараюсь сказали постараться приехать завтра к вечеру ехать мне 900 километров грубо говоря поэтому я думаю что я успею поэтому будем стараться ехать в петь вовремя заправляюсь я опять на газпроме заправился машина едет адекватно на этом топливе принципе и расход у нее посчитал где-то вышел у меня груза где-то 5 тонн наверно 23 литра я считал вот когда я ездил самару где-то 25 23 или даже не 25 23 так что пока заправляюсь этим топливом не знаю дальше чем будем заправляться ну вот такие вот такая вот история в принципе ехать мне сегодня целый день время только час дня доходит завтра я думаю я должен успеть потому что я еще ночь буду спать как человек как белый в спальничке на улице погода шепчет вообще просто просто шепчет так что я даже тут потею сейчас 27 градусов показывает погода температура за бортом заезжал на шиномонтажку перебортовали мне колесо ну и не перебортовали а разбортовали и забортовали в общем перекинули резину переднюю у меня жрава же ее прям я их местами поменял все равно жрет то стоит стороны жрава теперь с этой стороны тоже колесо начало жрать не знаю почему это так с чем это связано в общем короче перри местами перевернули резину и все и вот не знаю сейчас доеду до до волгограда и буду посмотрю как она будет равномерно ли будет ее жрать будет ее жрать не будет ну резине осталось на самом деле недолго я ее планирую планировал концу лета менять ну наверно придется раньше ее менять не знаю новую хочу на такую не знаю пока камма была в приоритете поэтому может быть камму поставлю так как у меня зад камма мне она нравится так что я думаю еще 1020 она пройдет больше 30 наверно 30 прошла я был бы сейчас я как раз до конца лета вот так вы этих 30 хватило бы так что вот так вот ребята еду еду дальше как как обычно рассказать смотрите ролик я поехал итак друзья прямая вышел напрямую волга города волгограда от тамбова еду по трассе м6 к спить и дорога видите такая не не очень я бы сказал вот сейчас новый до кусок асфальта а сейчас будет опять как будто старая бетонка здесь вот она видите капец едешь трясешься потихонечку благо веса у меня реально тот пять от силы наверное только я тут очень угорал мое началось сегодня с того что я пошел позавтракал закусочные у татьяны вот это у нас на трассе м6 каспий где-то наверное александровский до поселок александровский поселок александровский закусочная у татьяны также там есть душ есть туалет прачка короче принципе нормальный сервис а я вчера сходил в душ также в принципе в прачку я ничего не отдалал у меня еще вещей много а душ в принципе нормальный все вода горячая поэтому ребята кому важно такая информация я буду говорить осведомлять вас где я бываю где останавливаюсь и сколько это стоит кормят здесь нормально я бы не сказал что дорого потом душ 150 рублей то ли 20 рублей как везде поэтому стоянка кстати бесплатная бесплатная стоянка вот тут огромная стоянка вот видите фуры все останавливаются поэтому также я бесплатно здесь всю ночь простоял в принципе это очень хорошо никто ничего не трогали здесь стоянка была ночью вся забитая все а я дальше еду на волгоград до волгограда мне 300 километров так что поехали проехал я ребята как и обещал вчера сказать где-то около 700 километров там 680 что-то вроде этого и осталось мне 270 300 практически грубо говоря до волгограда на улице ташкент плюс 29 градусов не знаю это скорее всего в тени как бы довольно таки тепло сейчас вот ищу заправочку уже надо заправляться так как до полного бака я не заправился в московской области надо было кстати ну сейчас хочу найти тнк заправочку и на ней заправиться газпрома тут вряд ли нету будем здесь заправляться на тнк или роснефть что-то вроде вот этих вот заправок погода сегодня шепчет как видите дорога ремонт и дорог очень много таких вот мелких ремонт дорог поэтому ехать то ли тут особо то разогнался все нормально потом раз опять маленький ремонт так можем и газельку обогнать я думаю что сможем по крайней мере постараемся да без проблем так что кто там говорю что ман не едет едет нормально ребят все у него в порядке все у него нормально единственное косметики ему надо добавить это подкрылки поставить это потом что еще надо сделать там с рессорами чуть-чуть повозиться да это мелочи в общем есть как бы чем заниматься воздух у меня это на коробке теперь начнем шипеть надо заехать будет видеть поменять там в общем такие мелочевские дела знаете но они требуют да они требуют вложения денег сил времени и козырьки вот надо менять козырек надо там потом вот эти мелочи они как раз такие такие по мелочи набирается но это не основное это косметика ребята резина это расходник сегодня такая завтра другая но машина то едет понимаете поэтому тут плохо говорить о машине не надо что вот она разваливается вот наездник там еще что-то дармовоз не ребят вы неправильно немного рассуждаете если подходить таким умом что постоянно под ней лежать да тогда и работать будет некогда потому что в любой машине всегда найдутся косяки всегда поэтому это не новый автомобиль даже в новом найдутся поэтому первую очередь надо если серьезная до чинить если не серьезная то можно работать и со временем это починить где-то что-то даже найти там подешевле там запчасти услуги еще как-то что-то да вот так вот я считаю итак виднеется у нас с горы город волгоград но мы еще туда не заехали навигатор показывает 12 километров нам осталось поэтому скоро будем уже в городе волгограде погода до сих пор радует плюс 31 за бортом летим спускаемся с горы 90 летим скорее бы уже приехать что-то километров 18-17 наверно осталось до арены поэтому нас уже ждут меня ждут там звонили спрашивали где я поэтому кран уже там ожидает скоро меня начнут выгружать а выгрузят и наверное на выходные я остаюсь в волгограде надо будет посетить родину мать посмотреть на родину мать пофотографироваться может быть даже давно я там не был в общем провести экскурсию для себя так как заняться будет скорее всего нечем ну или машиной буду заниматься если где-то буду стоять на хорошей стоянке то буду заниматься машиной наверное скорее всего крылья может поставлю еще чего если что-то буду делать то я обязательно вам все сниму расскажу и покажу ребятка итак друзья я уже на арене волгограда стадиона сейчас выйду вам покажу пошел мой представитель делать пропуск мне вот у нас видите впереди вон там далеко у нас построен вот такой огромный стадион очень высокий вот так вот я пока припарковался временно сейчас вот будем заезжать вот туда получается или туда не знаю но у нас скорее всего ворота вот такой огромный стадион может быть похоже там сегодня по брожу вам покажу итак друзья заезжаю я уже на выгрузку видите здесь куча всего по на выгружались сейчас скажет мне крановщик как мы это все будем выгружать я подъеду и начнем а вон он тот огроменный стадион на котором я мечтаю побывать на самом деле так снова выгрузка очередным краном выгружает щит там втянут кабеля все полностью делают все как и везде как и в прошлых роликах сейчас выгрузят подпишут мне накладные и поедем дальше работать так пойдем посмотрим что у нас как здесь идет выгрузка так здесь все все выгружается ну потом вот ну то и более ну то и более завтра вас видите покажете почему где это у нас снимает все витая камера кто да не вас ящик снимает отчет типа того не они мне нахуй не нужны никак не отведи врага куда мне вот дра на дрова вам пойдет они нет что такая баня я селябинска я пока их довезу они не доедут и че последний шкаф поехал капец то что творится да саник там будут стыковать еще между собой в общем жесть весь этот щит и собрался видите полностью такую штуку я привез так вот и строится на олимпийские стадионы аксио меня выгрузили ходить тут куда-то запрещено как обычно поэтому качаю воздуху у меня уходит сейчас коробки надо будет возле магазина свинца фитинг там похоже поменять хотя я воздух выезжаю ворота уже открыли но видите вот он этот стадион скоро там пройдут игры уже садят деревья ну тут конечно местные рассказывают капец садят березу которая тут у них даже не растет поэтому так а куда мне ехать сейчас это я уже буду решать поэтому всем спасибо за этот просмотр за мою работу для меня для вас это было 15 минут а для меня это было тысячи километров и два дня поэтому всем вам большой огромной удачи я поехал пока а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok